К другим темам. К 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Это одна из ключевых задач национального проекта образования. Приступили к ее решению и школа Архангельской области, заполняющая классы новым оборудованием. Каким, где и почем, расскажет Алексей Карельский. Эти малыши свои руки мелом больше не марают. Не потому что кончился. Просто на медне 25-я гимназия Архангельска обзавелась вот такой интерактивной панелью. Говори. 12 меньше 21. Хорошо. Заменитель классной доски представляет собой огромный планшет, приспособленный практически под любые образовательные задачи. На уроках математики мы используем клетку, на уроках русского языка мы используем линейку. И даже можно доску использовать на уроках музыки. В инструментарии доски есть набор геометрических фигур. Пожалуйста, начертила. И работаем уже непосредственно с этой фигурой. Пройденный материал можно сохранять и использовать повторно. А еще панель имеет выход в интернет. А значит и доступ к различным образовательным платформам, учебным пособиям, фильмам. Это доска и телевизор. Мы иногда смотрим уроки по окружающему миру. Таких планшетов Гулливера в школе два. Их меньшие, но более продвинутые собратья уже укладываются на парты. Два мобильных класса из ноутбуков, которые при этом являются не просто ноутбуки, ноутбуки-трансформеры. Вот сейчас мы видим, это как планшет идет. А так он работает, как обычный классический ноутбук. Гимназия получила в распоряжении 30 ноутбуков для школьников и два для учителей. Вся модернизация обошлась в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта образования. А конкретно в ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В этом году техникой осчастливили 10 школ Архангельска, 2 Северодвинска и еще пару учреждений среднего профессионального образования. На все про все 30 миллионов. Главная цель – это повышение качества образования, повышение интереса, повышение мотивации. И второе направление – это управленческая деятельность. Школа у нас работает в электронных дневниках. Для этой цели ноутбуки для учителей, для своевременной выставления оценок, для обратной связи с родителями. В следующем году проект наберет обороты. На закупку оборудования в региональном бюджете запланировано уже 130 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы компьютерная техника поступила еще в 62 учреждения образования. На очереди Котлас, Коряжма, Каргополь, Онега, Новодвинск. Продолжится работа и в двух самых крупных городах Архангельской области. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29.